Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дамы и господа, вдвоём, конечно, хорошо, но втроём гораздо интереснее. 14 часов 3 минуты в Москве. Вы смотрите и слушаете телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов. Завидуйте мне, потому что сегодня здесь не только Юлия Егорова, но и наша гостья Таня Серёшина. Привет! Всем здравствуйте. Ох, как мы тебя ждали. Ох, сколько раз я говорила нашим слушателям и телезрителям, мужчинам, что к нам придёт. Ну, такая красавица. Действительно, одна из самых красивых девушек российского шоу-бизнеса. Я думаю, что какими только эпитетами тебя за время твоего творческого пути не награждали, да, и Бриджит Бардо, и Мерлин Монро. Да, это правда. Ну, мне это нравится. Сравнивайте меня с самыми красивыми женщинами. Это всегда приятно. А будем это делать на протяжении следующего часа. Ты знаешь, я хотела начать эфир так с блинов. Дело в том, что масленичная в неделе в разгаре. Думаю, как я сейчас вот Таню спрошу, а какой у тебя рецепт любимый, и вообще ела ты блины или нет. Сейчас на тебя смотрю и думаю, походу, Таня блинов не ест. Не ела я блинов. Стройненько, худенько. Я очень люблю поесть, несмотря на то, что я худенько и стройненько. Мне нравится готовить, безумно люблю готовить. Готовишь сама? Очень хорошо готовлю, правда. Вот я прям фанатка всяких соусов, я всё это узнаю, выведываю даже иногда секреты у поваров, ресторанов, говорю, что вот тут добавлено. Я очень люблю готовить. Но так как я человек с ценой, мне приходится себя немножко ограничивать. Но так подожди, то есть вот эта форма, это всё-таки генетика или то, что мы говорим блинчиком? Нет, не генетика, это правильное питание. Я скучно живу, да. Скажи, пожалуйста, в плане готовки коронка у тебя какая? Вот блюдо, которое ты делаешь так, чтобы все друзья. Ну я считаю, что коронное блюдо всё-таки, наверное, утка по-пекински. Почему? Потому что она готовится три дня, вот её подготавливаешь три дня. Ты разговариваешь с ней, Гриша. Да, морально, совершенно верно. Говоришь, слушай, ну как бы не всё так плохо. Праздник, да. Зато, может быть, будут вспоминать тебя долго. Вот. И она, получается, у меня действительно как в ресторане с так хрустящей корочкой, внутри мягкой, всё пропитно, всё очень идеально. Я очень придирчивая и перфекционистка во всём. И когда первый раз у меня получилось, я подумала, вау, какая я крутая. Я подумала, ну вот это уровень, правда. Вот я себя расхваливаю, потому что действительно очень хорошо получилось. Я готовила всего лишь два раза в жизни, но, в принципе, это того стоит. Вот прям несколько раз вспоминать. Вопрос от твоих друзей. Когда следующий раз, когда приезжать, Таня? А вот сейчас как раз нужно и делать. Китайский Новый год же сегодня. Да, кстати. Ну сегодня никак уже. Три дня надо ждать. Сегодня надо купить её там, разморозить, поставить, намазать, отдохнуть, дать выветриться, потом опять поставить холодильник. Очень бы хотелось, мне кажется, многим мужчинам увидеть Таню Терёшину на кухне за приготовлением этой утки. А я, кстати, в Инстаграм выставляла фотографии, где я пельмени кручу. Сижу, леплю пельмени. А ты знаешь, а мы листали, листали твой Инстаграм, вот как-то особо не увидели. А вот не так давно, это было в январе прям дальше. Слушай, а мы всё на губы, на глаза, мы пельмени. Она такая, да, она как раз-таки, я такая без макияжа сижу, круче, вы, видимо, так пролиснули быстро. Ну у тебя же мама замечательная хозяйка, которая помогает тебе. Да, у меня мама, действительно, у меня мама, у меня старшая в семье, она руководительница проекта Терёшина. Вот, да, 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 ну я имею в виду проекты, семейного проекта. Командир. Она, да, она иногда забывается, что Арис это внучка, а не дочь. Вот, она мне говорит, вот, значит, вот это надо сделать так. Говорю, мам, я её родила, вообще-то я знаю, это я тебе рассказывала. Ну, в общем, всё. Да, и она готовит очень хорошо. Блины она, кстати, готовит дома. Я не готовлю блины, у меня не получается, они так вкусные, красивые, и я доверяю ей. Мы ещё, знаешь, из твоего Инстаграма узнали, вот так уж завершаем нашу кулинарную тему, с которой мы почему-то сегодня начали, что ты ненавидишь тмин. То есть, если, например, себе так подсыпать, куда-нибудь... Да, вкусно очень, мне не нравится, да, мне не нравится-то вкус. Рестораторы сейчас взяли на заметку, потому что, скорее всего, тоже они в компании страны. У меня вопрос такой. Несколько советов нашим зрительницам, служительницам, которые хотели бы быть в такой роскошной форме, но вот как-то что-то... Что делать? Скучно жить, уже сказал Таня. Ну, скучно... Я вам скажу честно, просто вообще покушать, хорошо покушать, это же просто какое-то такое удовольствие, да, отдельное. Одно из самых больших, во-первых, нужно найти ещё удовольствие хотя бы одно какое-то, да, чтобы тебя увлекало. А во-вторых, в принципе, всё очень просто. Шесть раз в день питаться низкокалорийной едой. Ты всегда сыт, у тебя нет истерики, ты не мучаешь себя, ты прекрасно себя чувствуешь. Подожди, у тебя сейчас истерики нет, то, что ты ещё блинов не ела? Я не голодный, нет, я не хочу. Нормально, да? А мы всем телерадио-каналом. Потому что я всё время кушаю, через каждые три часа, и мне как-то есть не хочется, понимаете? А вот эти вот баночки возишь с собой в машине? Возишь с собой, да. Друзья, на самом деле у нас не просто кулинарная программа с Таней Терёшиной, мы сегодня будем обсуждать напиток. Повод очень важный. Музыкальный напиток, очень высокоградусный, который Таня не так давно изготовила. Но который она, кстати, не употребляет практически. Нет, я употребляю, ну просто вот я могу, конечно, закончить праздником. Ну так вот, чтобы прям выпеку я виски, вот такого у меня не бывает. До конца часа мы, если и не выпечем виски, то покажем вам клип Тани Терёшиной. Называется он «Виски», так что оставайтесь в компании «Страны ФМ». Да, непременно обсудим, как проходила работа над этим клипом. Я знаю, что ты вернулась к своему любимому режиссёру. Да, это правда. Но об этом всё чуть-чуть попуешь. А пока у нас ещё одна зажигательная картина. Балкана мама! Пятница набирает обороты, программа «Лучшие в стране» продолжается. Таня Терёшина на телерадиоканале. До конца часа мы попробуем виски, которые изготовила Таня и её творческая студия. Это клип, я имею в виду клип. Посмотрим и, конечно, будем его обсуждать. Да, Таня, ты так громко назвала 2018 год годом торжественного возвращения. Начала с виски, правильно? Да. Расскажи, что ещё входит в программу камбэка такого мощного. Мы уже работаем над следующим треком с Алексеем Романовым. Но не то, чтобы прям работаем, но обсуждаем. У нас уже есть намётки, есть какие-то образы, есть даже песни. Ну, там, где Романов, там хиты. Совершенно верно. У меня в моей жизни не бывает случайных людей. Я вам скажу, почему у меня не было практически три года, даже больше, наверное. Вот меня приглашали и в телевидение на передачи музыкальные. Я представляю, я пришла такая. И спрашивают у меня про путешествия, про моду и про ребёнка. И новой песни у меня нет. Я отказывалась. Знаете, мне кажется, на меня обижались или думали, что я не совсем адекватна. У меня вот либо всё, либо ничего. Я пока вот не поняла, что вот я вот, да, вот сейчас я чувствую, что я хочу показать то, что я могу. Есть что показать. Что мне накопилось, да. То, что я полное доверие к своей команде, что мы делаем то, что мне нравится на полную катушку. По-другому я не размениваюсь. Мне вот неинтересно. То есть я не для того, что занималась, вообще изначально занималась карьерой, не для того, чтобы залезть в телевизор. Вот вообще. А для чего? Расскажи, как всё началось. Как гастролировать. Потому что изначально я пришла в группу Hi-Fi. В 2002 год? Да, в 2002 году. И в принципе, ну как бы я не совсем понимала, куда я попала, потому что на меня свалилась просто грандиозная популярность. Кстати, как ты пришла? Расскажи вот в двух словах, что как это было. Ну, в двух словах даже не расскажешь. В принципе, я вам скажу, что такой важный момент сыграл, наверное, со знакомства с Андреем Губиным, потому что я у него снималась в клипе до этого. И я просто спросила у него, слушай, у нас в агентстве модельном проводится кастинг, я знала, что он с ними дружит, с Hi-Fi. И в принципе, я тоже знала директора немного. Как ты считаешь, говорю, я могу, может, ну, идти мне или нет, потому что, в принципе, я бы пошла, но так как они меня вроде знакомы, ну, как петь там, что-то плясать, петь. Если я им не подхожу, я сейчас короткой белой стрижкой была очень, вообще в другом образе. А в себе вообще уверенная была вот тогда? Ну, наверное, да. Так бы я и не пошла бы. Вот, ну, у меня и голос всегда был, я просто понимала, что если я подхожу по образу, то я пойду. Если нет, просто лишний раз, как люди меня видели, смысла нет. И он позвонил, и мне сказали, что пусть она вообще не на кастинг, а прямо к нам приезжает, прямо к продюсеру. Прямо вот сразу вот. Да, да, едет. Не сейчас там какой-то день назначили. Я съездила, меня послушали, поговорили, потом вообще пропали. Я думаю, ну ладно, все уже, наверное, проехали. Причем все мои друзья говорили, конечно, тебя возьмут. Кого еще? Вот так говорили. Ну, кто если нет? Это такая уверенность во мне была почему-то. Вот, и потом через какое-то время мне просто звонят, а я хожу по магазинам, покупаю сапоги, одеваю сапог, мне звонок. Быстро приезжаю, у нас там последний кастинг, приезжаю в свое агентство. Я приехала, меня причем посадили сразу за стол вместе с продюсерами. Девочки приходили, пели. И потом в какой-то момент просто там человек пять подряд приходило, просто продюсер закрыл так папку, записывал фамилию. Говорит, все, едет Терешина завтра. Я говорю, куда? Куда? Куда я еду? Говорит, завтра, значит, 14 тысяч человек, Ледовый дворец, Питер, выступление Лав Радио. Ой, мамочки. Ой, да. Вот я такая думала, это как вообще? Я говорю, а репетиция? Говорит, репетиции не будет. Послушаешь песню, ну, поучи ее там. Все. Мы тебе забрасываем. Мы тебе забрасываем. Бразильская система, Тань. Да. Боже, я подумала. Честно говоря, у меня была мысль, чтобы не опозорить людей. Как ты провела эту ночь, хочется спросить. Наверное, помнишь вот все, ты знаешь, как вчера. Я помню, что я когда вернулась, я буквально даже меньше суток там была, я вернулась после вот этого. Вот как раз это был, кстати, День Святого Валентина, я к этому. Я вернулась, и мама сказала, боже, какая ты зеленая. Я просто, я, конечно, была в шоке. Не могу сказать, что прям идеально я вела себя на сцене, потому что мой микрофон гулял вот так. Митя Фомин тебя сильно ругал? Нет, мне никто не ругал никогда. Нет? Нет, я очень адекватная, очень быстро схватывала всякие нюансы, моменты. Мальчишки поддерживали. И очень ответственная. Я даже на самом деле, несмотря на свой образ какой-то такой немножечко дерзкий и такой бесшабашный, я очень сильно ответственный человек. И даже, мне кажется, мне бы меньше быть такой серьезной. Попроще, да, вот это, я честно скажу. Чуть-чуть бы. Я замороченная, я прям замороченная очень сильно. Вот, и поэтому ко мне никаких вообще моментов никогда не было таких. Ну, а теперь у тебя свободное сольное плавание, с чем мы тебя поздравляем. Ну, уже давно, уже 11-й год пришел. Конечно, конечно. Ну, уже вот и в 18-м году у тебя получается. Да, ну, как бы камбэк такой, да. Да, камбэк. И, собственно, об этом мы еще поговорим, дорогие друзья. Но сейчас необходимо сделать нам паузу, потому что у нас следующий музыкальный номер. И, кстати, если у вас есть вопросы к Тане Терешиной, заходите в контакт телерадиоканала «Страна.ФМ». У нас там есть публикация, посвященная Танечкиному визиту. Можно круто, да, здорово, да, писать, но еще и вопросы какие-то оставлять. Программа «Лучшая в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Таня Терешина, друзья. А я вот только что узнала, какие у тебя были две странные мечты в детстве, опять же, из твоего инстаграма, который ты тщательно тоже так вот очень ведешь. В общем, Таня мечтала быть, можешь, да, цитировать? Да, конечно. Красивой 40-летней женщиной. Вторая мечта — стать певицей. Это вот про первую очередь интересная. Да, смешная мечта, правда. Как она у меня появилась? У моей мамы есть подруга, она до сих пор с ней дружит. Но в тот момент, когда мне было лет семь, наверное, как раз сорок там с чем-то лет им было обеим, и эта вот подруга, тетя Полина, она так всегда выглядела, просто вот суперстар. Вот у нее, она так себя вела, она все время схохотала. У нее такие красивые черты лица, необычные очень, такие пухлые губы свои собственные, такой маленький носик, большие глаза, белые волосы. Ну, в общем, вот у меня все получилось. Вот, и я на нее смотрела, и она как-то все время как-то флирты какие-то рассказывала. Я смотрела, и я понимала, что моя мама вообще совсем другой человек. Мне что-то вот в этой энергетике сильно очень казалось что-то необычным, как будто она из другой планеты. И я смотрела, и я думала, вот я тоже такая буду. Слушай, а чем она занималась? Она была человеком искусства. Она просто наслаждалась жизнью. Собственно, Ромочка, чем я должна заниматься каждая девушка? Поэтому она была такая женщина очень красивая и привлекательная. Вот от кого, вот этот весь шарман. И потом, спустя уже лет, наверное, 10, ой, какой 10, даже больше, наверное, уже, да, конечно, больше лет, 15, она мне сказала, Таня, ты знаешь, ты на меня так смотрела? Я всегда думала, либо эта девочка меня любит, либо ненавидит. Она говорит, я так пристально смотрела и не улыбалась. А я впитывала, я прямо изучала, думаю, боже мой, вот я тоже такую хочу. Скажи, а вот такие же взгляды у своей дочки Арис, ты ловишь на себя? Нет. Я не вижу. Она совсем другая по энергетике. Какая? Ну, она, я каждый раз говорю, вот я родила Арис, а теперь я хочу девочку родить. А я неправильно ударение сделала, да, Арис? Ну, можно и так, это очень страшно. Я всегда говорю, а теперь я хочу девочку. Она потому что, ну, она очень, очень на одном месте не сидит. Она вообще энергия у нее просто, она пацанка, да. У нее энергия просто, она хочет объять необъять, но ее очень много. Сейчас ей сколько, четыре? Ей четыре, да. Да, но она, ну, она совсем другая. Очень ее просто эмоции так переполняет. Она увидела меня, я выступала недавно по телевизору в прямом эфире, она увидела и закричала, ну, просто закричала, мамочка моя миленькая! И заплакала, она сидела, рыдала. Отчасти! Ну, вот такой вот у нее, такие эмоции. В какой-нибудь творческий коллектив Зайка уже ходит или чем? Да, она занимается в школе развития, где занимается, в принципе, рисует, лепит, гимнастикой, гимнастикой для стоп и там. Ну, в общем, как сейчас принято, ведь ребенок занят целыми днями. Не целыми днями, полдня, я как бы очень удобно устроилась у меня там же, где, это в спортивном моем клубе, есть вот школа, то есть сдаешь ребенка и сама на спорт. И качаться. Ты вынуждена просто ходить на спорт, потому что ты везешь ребенка на занятия. А я совестливый человек, я как бы даже если я там не выспалась, думали, ну, надо же, как же, Арис, ну, надо повезти, вот так получилось. А учитывая то, что Арис, наверное, ходит на занятия пять дней в неделю, мама Таня Шережина... Шесть дней я одно время ходила. Сейчас я чуть-чуть сократила, потому что у меня, ну, какие-то сейчас премьеры, с песней премьеры, нету времени, просто не хватает. А так у меня даже шесть получалось, в день недели я ходила на спорт. Давайте от спорта опять к песням. Значит, Алексей Романов создает тебе новые хиты, правильно? Совершенно точно. А что касается Noize MC, вот там что? Ну, от Noize MC у меня просто огромное, огромное количество хитов уже есть. Уже есть. Я не знаю, как жизнь нас ведет заново или нет. Я безумно благодарна этой встрече, конечно, это часть моей жизни, большой, большая часть моей жизни. Даже как-то землякилы, по-моему, получается. Ну, относительно. Я, на самом деле, тоже там всюду жила, и по чуть-чуть. Вот. И я слушаю его альбомы до сих пор. Не могу сказать, что мы прям дружим сильно, но я к ним очень тепло отношусь. Просто как бы жизнь идет, немного меняется. Кто знает, что будет. Да, но я... Вот новый мой этап, он не хуже, не лучше, он просто другой. Другой. И Алексей Романов для меня... Вообще, я, честно говоря, очень хотела прикоснуться к его творчеству. Мне всегда нравилось. И я ему нравилась. Да, ты где-то написала, что ты загадывала много-много лет назад. У нас уже была такая точка соприкосновения. Вообще, в начале моей карьеры он даже мне прислал песню и подарил мне ее, знаете. Ничего себе. Просто мне подарил, да. Я ее так и не спела, и она у него до сих пор осталась. А если сейчас ее так вот... Так как-то делать? Она очень красивая песня. Я думаю, что это может произойти. Мы уже это обсудили. Я говорю, ты знаешь, ты предвосхитил события, ты чувствовал, что когда-то, видимо, вот эта вот творческая какая-то натура, она все-таки там, знаете, третий глаз, еще что-то. Вот он чувствовал, видимо, что мы будем работать вместе. Вот заговорили, кстати, про твоих друзей, про твоих коллег, про Митюв имена мы не можем, конечно, не поговорить, которые еще и крестные. Ариис, правильно? Да, крестный папа очень хороший крестный, между прочим. Хороший крестный? Безумно хороший. Не только про подарки крестные. Ну, подарки, да, подарки. Ну, а что еще? Ребенку, ну, да. Не могу сказать, что мы просто часто, мы видимся много. Он и день рождения там. И делает. И какие-то, действительно, подарки, встречи, какие-то приглашает на какие-то мероприятия детские. Все время об этом думает. Но у нас просто жизнь идет всегда рядом, да? То, что мы из группы были, потом рядом у нас дома. Митя уже почти не говорила. Ах, еще соседи! Да, еще соседи. Причем я вот этот поселок приперла и его говорю, слушай, посмотри, пожалуйста, тебе понравится. А ты его все-таки? Да, да, да. И там еще одна моя подруга купила. В общем, у нас там уже весело. За чесночком там друг к другу, да, за судью. Снимайте видосики там, где у вас весело, и выкладывайте в Инстаграм. Да, будет, все будет. Ну, а сейчас давайте, дядь Митчу-то, и посмотрим, послушаем, в эфире Страна ФМ. Ну, вау, как хорошо. Вовремя. Еще раз всех с пятницы, друзья, это телерадиоканал Страна ФМ, программа «Лучшие в стране». Таня Терешина у нас сегодня в гостях. Не без гордости, в который раз вам сообщаем. Да, Таня рассказывает нам, как себя в форме держать, как правильно ребенка воспитывать, как вот так круто возвращаться на большую сцену и всем говорить «Привет, я здесь, я вам сейчас всем покажу». Значит, здесь теперь мое место. Это теперь мое место. Ну, а как? А только так, никак по-другому привыкать, да? Таня, как пойдет, синглами или альбом сразу? Синглами. Синглами. Ну, сейчас альбом, мне кажется, не очень правильный, не очень грамотный. Артисты так как-то уже и не выпускают альбом. Ну, выпускают по факту уже. Это альбом, это как просто, не знаю. Для себя, наверное, уже больше, да? Ну, как-то просто подытожить, подытожить. Зарубочку поставить в истории. Да. Ну, конечно, синглами. И пэшки выпускают синглы. А сама ты пишешь? Вообще, я пишу, хорошо пишу стихи. У меня просто почему-то пока не сложилось так, ну, у меня даже есть несколько песен, которые я сама написала и записала, но они еще в полке лежат, и я их должна показать. Как много тебе нужно в этом году достать с полки? Ну, я без истерики. Я все делаю очень, как бы, рассудительно и с расстановкой. Тише едешь. Да. Дальше будешь. Я понимаю, что спешить некуда. Вот, на самом деле, очень правильная философия. Вот девушкам бы сейчас прислушаться к Татьяне, потому что у нас все что-то... А, быстрее, быстрее. А то, вот этого никакого, действительно, вообще никакого. Ну, посмотрите на Таню. По песням в этом году сколько, примерно, собираешься сделать? Ну, как минимум, еще две, как минимум, а то, может быть, даже и три. Что с клипами? Мы, как телерадиоканал, действуем все. Конечно, конечно, клип сразу же. Сразу же клип вместе с песней. Я, как фанат Инстаграма, не могу еще не поцитировать твой Инстаграм. Вот этот вот, тот самый пост, ты понимаешь, да, где я застряла в день всех влюбленных. Да, да. Татьяна рассказала разные себе интересности. Ну, вот, например, узнали мы, что ты жаворонок. И вообще я со сном не дружу, сплю мало, часто хожу разбита. По тебе не сказать. Сегодня я просто долго спала, я честно скажу. За, вот, наверное, за 10 дней первый раз я спала. Даже ко мне ребенок пришел и сказал, мама, почему ты так долго спишь? Это правда сегодня. Ну, вообще, меня, как бы, заметить, что я разбита, невозможно. Это внутреннее какое-то мое состояние. Во-первых. Во-вторых, я, когда прихожу на концерт, на радиоэфир, энергия у меня начинает просто. Вырабатывать начинаешь? Да, у меня начинается, видимо, адреналин от удовольствия, что я здесь нахожусь, между прочим. Вот, и тогда, и потом я даже потом уснуть не могу после концерта. То есть, в принципе, это вот такое. А просыпаюсь я иногда, да, сразу просыпаюсь, думаю, боже, я не выспалась опять. Как можно так просыпаться, когда ты за городом живешь? Открыла. Нет, я живу как раз таки не за городом. Я живу еще в Москве. А, так этот еще переезд не случился. Да, еще планируется. А я уже тебя в дом отправила. Нет, я живу не за городом. Ну, дело от мыслей. Я немножечко неспокойный человек. Как называется, загоняюсь, да, загоняюсь немного мыслями. Ну, вот это тип мой собственный, как бы, тип темперамента, я не знаю, как это назвать. Какой-то собственный характер такой. Ну, поэтому все надо в творчество и выпрыскивать. Да, нет, ну это нормально. Я попаду в творчество. Ничего меня так не беспокоит. Все у меня остальное под контролем. А там песня, там что, где, когда, где будет премьера. Все сама делаешь или кто-то помогает? Есть, например, романы. У меня есть, конечно, люди, которые помогают мне. Без этого никак, вообще, артисту. Большая рекоменда. Но я все контролирую. Я никогда не... Я контролирую от... Начиная с фотографии, там, даже обработки ее, до... Ну, до мелочей просто. Что касается клипа, я обсуждаю все. Я отчасти даже придумала весь сценарий. Там одежду всю, вот это я заморочилась, там, украшения все заказывала. Тебе все это в кайф или просто вот этот вот момент контролировать все это? Нет, это не то, что кайф. Это просто я понимаю, что если я что-то упущу, я буду к себе требовать потом. Что я виновата, я это не посмотрела. Лучше я это сделаю. Я просто знаю, что что касается моды, там, каких-то образов. У меня это, ну, так как я художник пообразовала. Я в этом хорошо действительно разбираюсь. И доверять кому-то я, да, могу, но это либо какие-то огромные деньги, невероятные. Лучше эти деньги я, ну, не знаю, как-то еще на свое же творчество отдам. Ну, как бы это даже не из-за цели экономии, просто знаю, что у меня это хорошо получается, и все. Тань, у нас сейчас небольшая живая вокальная рубрика. С удовольствием спою для вас. С вашего позволения, Татьяна. Наушники рядом с тобой. Сейчас нам минусовочку поставят, и мы послушаем в Танином исполнении произведение под названием... Обломки чувств. Вот, песня, которую мы все-все обожаем. Я ее тоже очень люблю. Ну что, все вместе? Мы будем подпевать, если ты не против. Таня Терешина. На крыльях нашей любви не осталось рабочих турбин. Под нами гитары равнины до посадочной полосы, мы не долетим на удачный финал. Шанс до невозможности мал, и ты бросаешь штурвал, сказав, что устал. Но наш роман свое отлетал. Мы теряем высоту, паника на борту, и нас давно уже не ждут в аэропорту. Промотав перед глазами лучших кадров череду, я столкновения жду. И в новостях покажут лишь обломки чувств, что раньше связывали нас. И черный ящик мою грусть передаст попрыгок песенных фраз. Песенных фраз. Песенных фраз. Наш с тобою союз со всех радаров исчез. И на место происшествия не успели вовремя. И скоро я не МЧС. Меня теперь не узнать, сколько не проводи экспертиз. А ты такой же, как был, будто бы с небес со мною не падал вниз. И у тебя новый рейс, новый экипаж. Восплестящий фюзеляж, прочнее, чем наш. И ему вряд ли повредит даже саботаж. От нашего соса только репортаж. Где показали лишь обломки чувств, Что раньше связывали нас. А черный ящик мою грусть передал в обрывках песенных фраз. Показали лишь обломки чувств, Что раньше связывали нас. А черный ящик мою грусть передал в обрывках песенных фраз. Лишь обломки чувств связывали нас. Не останавливайся. Ой, браво, браво. Таня Терешина, вот могу сказать, что моя мечта сбылась. Услышать эту песню в твоем исполнении вот так в метре от тебя. Обожаю эта композиция, обожаю слова, мелодию, как ты исполняешь. Мне кажется, даже чуть-чуть по-другому. Вот сейчас какая-то такая более лирика версия. Танечка, скажи, пожалуйста, дочке поешь какие-то песни, может быть? Потому что голос у тебя волшебный. Вы будете сейчас смеяться. Рассмешивность. Моя дочь буквально недавно прекратила, практически прекратила говорить, Мамочка, пожалуйста, не пой. Да ты что? Всегда. Она, видимо, мне так кажется, как я предполагаю точнее, Что, видимо, она как-то ревнует к такому вот состоянию, Когда мама в самозабвении как-то поет. А ты распеваешься дома или что? Это не мама как будто бы, наверное. Мне кажется, что да, что-то не в порядке. Мама должна быть вот такая, вот такая и такая, по ее представлению. Что-то здесь происходит с ее мамой не то. И она мне говорит, пожалуйста, не пой. Она начинала плакать. Я говорю, мне надо порепетировать. Арис, ну пожалуйста. Я певица. Арис, пойми. Но она потом уже поняла, что я певица. Она, кстати, стала сравнивать меня из простоквашины, Когда моя мама там и тут показывала. Да, она говорит, мамочка, как ты? И певица всегда это говорит. Я думаю, слава богу, она начала хоть понимать. Я говорю, я пою, понимаешь? Я зарабатываю слезы. Я, чтобы отрепетировать какую-то песню, Отправляла маму гулять, свою маму гулять с ребенком на улицу, Чтобы дома не было истерики. Вот они, вот они, комплексы детей-звезд. Слушайте, а с другой стороны, да, можно решить любые вопросы. Если вы считаете, что вам кто-то мешает репетировать, Вот, берите на вооружение такой певи. А еще она считает, что колыбельная, вот, медведицы тоже я пою. Там, видимо, тембр похожий. А тембр у тебя... Ложка из них мешает. Она, видимо, считает, что это я пою. Она говорит, это мама. Я говорю, хорошо, пусть будет мама. Шахов уже собрался мурлыкать, и ты так быстро остановилась. Ну, сейчас все заснут иначе. Нет, очень красивый тембр. Скажи, пожалуйста, ты музыкой, вот, вокалом когда начала заниматься? Как это произошло? Как ты открыла в себе голос? Вообще, когда я начала петь, я начала петь в 10 лет. Я жила с родителями в Польше. Тогда они были военные. И при воинском гарнизоне был ансамбль. Аккомпанировали солдаты. Я пела, выступала на всех праздниках. Ездила в разные... С солдатами. Да, да. Представляете, мне были живые инструменты, живая музыка. У меня даже до сих пор сейчас нету этого. А тогда в 10, 11, 12 я гастролировала. Я выступала с песнями, перепевала песни «Ласкового мая». Там начинала с песни «Висит на заборе колышется ветром». Пропала собака. То есть вот с таких песен. Потом у меня был период, когда я этим занималась. Потом был конкурс «Утренняя звезда». Вот я жила тогда в Смоленске. Там проводили эти туры отборочные. Я тоже в этом всем участвовала, записывала. Естественно, я сказала, что я русскую попсу петь не буду. Я хочу песню Сандры петь. Я взяла на английском языке. Но вот у меня всегда жила что-то такое. Я как всегда. Я не хочу. Но это, кстати, была, может быть, и моя ошибка. С другой стороны, это мой характер. Я немножко фэшн. То есть какой-то там этап был у меня. Потом я уже, когда приехала в Москву. А музыкальные школы все как бы не случилось. Два класса было только. Музыкальные школы. Не было возможности. Мы очень далеко переехали. Да, и там музыкальная... То есть в обычную школу надо бы ехать на автобусе. Потом еще в музыкальную школу. Просто я еще вот очень худая была. Мне просто физически... Я не стояла бы на ногах. Но концертная практика — это сильно. Да. И вообще, вы начали про вокал. То есть я вначале выступала. Потом выступала в группе Hi-Fi. И после того, как я ушла, я пошла заниматься вокалом. То есть все... Вот у меня все наоборот. Перед тормашками. То есть стоило стать звездой. Я почувствовала себя на сцене, что мне это нравится. Ну, как бы я поняла, что я могу. Нужно поставить голос. Нужно этим заниматься. Я занималась много прям. Не могу сказать, что я сейчас занимаюсь, но сейчас я буду заниматься, потому что перед каждой песней я готовлюсь к ней, да. Вот. И... То есть вот так произошло в моей жизни. Наоборот. Эта школа, наверное, круче, чем какая-либо. Потому что когда ты чувствуешь... Ну, когда ты ходишь на занятия, и ты не выступаешь, ты зрителя не знаешь. Ты не знаешь, кто ты. У тебя и теория, и практика сразу. Некоторые даже становятся вокалистами колоссально, но они не артисты. Они просто не чувствуются, они этого не почувствовали, и уже это, видимо, не развить. А у меня это было уже. Ну, как-то вот так вот у меня получилось. Это странно. А вот хочется обратиться ко многим нашим артистам. Берите пример с Таней Терешиной и берите уроки вокала. Всегда пригодится. А сейчас у нас будет клип, Танечка. У нас сейчас виски. Потом обсудим. А сначала давайте послушаем и посмотрим трек без промедления. Появляется в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Дорогие друзья, пятница. Таня Терешина – это виски. Парни не плачут, наверное, не плачут. Парни устроят в клубе мальчишник. Текила, текила о спорте и тачках. О главном, возможно, потише, потише. А парни не плачут. Зачем? Нет смысла напиться, стереться, стереться, напиться. И тихо, как эхо, как правильный выстрел. О чем там стреляет, разбитое сердце. В дыму и угаре, в угаре и дыму. Я все обнулила, я снова стану чистой. Еще один виски прошу, еще один. Прошу еще один по моей жизни. Парни не плачут, болеют, резвятся. В дыму и угаре. В дыму и угаре. Совсем не бояться. Совсем не бояться. Ни Бога, ни черта, ни то, что устали. И злая улыбка, и нервы потоком. Душа кровоточит, оплата бездачи. За что же так пусто и одиноко? Парни не плачут, уходят. Иначе в дыму и угаре, в угаре и дыму. Я все обнулила, я снова стану чистой. Еще один виски прошу, еще один. Прошу еще один по моей жизни. В дыму и угаре, в угаре и дыму. Я все обнулила, я снова стану чистой. Еще один виски прошу, еще один. Прошу еще один по моей жизни. Это высокоградусное произведение Алексея Романова. Ну и, конечно, роскошная, красивая небожительница Таня Терешина. В этом клипе называется «Виски». Только что в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». Это премьера. Ну что? Ой, я очень счастлива. Очень счастлива. Спасибо вам за это прекрасное время, проведенное вместе со мной. А мы еще тебя никуда не отпускаем. Нет, нет, нет. Я же подытожила, клип увидели, все, выдохнуть можно. Ну клип такой вот о такой роскошной женщине, о роскошной жизни. Все вот у нее есть. И мужчина рядом у нее эстонски красивый. Такие на ней сногсшибательные наряды. И жизнь вокруг нее кипит. Расскажи, как создавалась идея? Какие-то референсы мне сразу прислал Хиндрик Масик, мой режиссер, который снял для меня вообще множество клипов на все мои хиты. И он прислал, я сказала, вы знаете, вот это все мне очень нравится. Хочу меньше интерьера, хочу больше студии, хочу, чтобы было сосредоточено на каких-то характерных вещах, на жестах, на глазах, убрать вот этот блеск, вот это все вокруг ламур, потому что была идея у него сделать это в красивом таком месте, где вот этот вентилятор, знаете, все, не, 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 уходим от этого. Вот, и я предложила какую-то историю, как я, от первого лица, от моего лица. Как главная героиня. Рассказываю историю, да. Вот, и нарисовала ему, хочу вот в костюме, хочу заходить, выходить. Он все примерно, примерно взял, сделал по-своему. Практически раскадровку ты ему сделал. Да, разложил по-своему, в своем представлении. Я так рассчитывала, потому что у нас обычно так оно и получается. Все равно, как бы, человек, у меня доверие, во-первых, полное есть. Во-вторых, я понимаю, что, ну, как бы, тут либо ты отдаешь эту идею, ее используют как-то по-своему, либо там ты сама снимай, снимай просто. Ну, конечно, тогда зачем режиссера? Конечно, учитывая то, какой ты перфекционист, с тобой, наверное, работать все-таки нелегко, мягко говоря. Ну, я у него как-то спрашивала, он, ну, даже, знаете, вот, полетал ко мне монтировать прилетел. Мы монтировали здесь. Он в Эстонии живет, ребят? Да, он прилетал монтировать, потому что, ну, невозможно так уже было, потому что, я говорю, вот это вот, нет, и все. Я говорю, я тебе сильно надоел. Он говорит, нет, ты что, с тобой вообще нормально, ты не знаешь, как бывает. То есть, в принципе, я подумала, боже, слава богу, вообще мы с ним дружим, мы с ним прям большие друзья, мы с ним можем час проболтать, просто смеяться, прикалываться, и сколько лет уже мы с ним прям дружим. Вот, и вообще после этого клипа мы, когда сказали, все, съемка кончена, мы прям обняли друг друга и стояли вот так обнявшись, соскучились. А с мальчиком, вот, главным актером клипа обнимались в конце? Нет, не обнимались, он вообще стеснительно оказался. Вот он такой в клипе такой, вот он весь такой вот. А так он стеснительный, не пообнимаешься особенно. Но он и стонет же, да, тоже? Ну, есть там, конечно, есть. Прибалтийский темперамент. Однозначно, и у режиссера есть такой же темперамент, что я из него какой-то вот окончательный, подытожить какой-то и вытащить какую-то информацию невозможно. Я просто по несколько заходов говорю, вот так, нужно вот так. Ты точно понял? Да, 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 и опять ничего. Это просто, ну, я уже привыкла. Ну, там внутри-то огонь, а так они внешне, конечно, вот это. Они даже не внешне, они просто, я говорю, ты в каком году можно узнать? Вот еще не в прошлом году живешь? Потому что, может быть, там еще где-то впереди несколько лет у тебя думаешь. Ну, в общем, да все хорошо. Прекрасный клип, мы тебя поздравляем. Спасибо большое. Так как мы любим твои клипы и песни, когда ждать следующий? И кто будет снимать? Роман неугомонный. Вот пока ты четкие даты ему не скажешь, не отпустят. Прекрасные вопросы, и для меня это, кстати, очень важный момент. Давай. Так как сейчас такое время, действительно, все спешат, и приходится жить в унисонтовом времени, конечно же, я долго не заставлю ждать. Вот сейчас нельзя заставлять ждать. Это будет весна, весной у меня будет новая песня, новый клип. А сейчас пока... Скорее всего, 1 марта, да? Выпивайте виски. А какая она, новая музыка, Таня Терешиной? Новая музыка, вы знаете, я сейчас скажу точно, какая она. Я, в принципе, раньше была немножко заморочена и старалась быть не такой, как все. А теперь я хочу донести то, что я накопила за это время. Много доступного какого-то, много мудрости какой-то появилось. И я не хочу, как бы, из кожи лезть вон. У меня достаточно всего уже есть, и песен разных, да, и характерных, и рэпчик я читала, и это, и то. Я, в принципе, наслаждаюсь жизнью, я действительно повзрослевшая девушка. И это транслируешь. Да, я повзрослевшая, я хочу, чтобы тоже люди просто вместе со мной получали удовольствие от жизни. Что мы и делаем благодаря твоим песням, твоим клипам. Таня Терешина в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Абсолютно нас в себя влюбила. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам огромное, просто огромное. Танечка, до новых встреч, и, конечно, ты придешь же к нам, да, с новым кликом? Весной, конечно. Ловим нас, пока-пока. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания. Лучшее в стране.